Остановка на улице Тухачевского напротив 80-го дома появилась несколько месяцев назад, но местные жители уже привыкли здесь ждать свой транспорт. Раньше до ближайшей остановки приходилось идти не менее 15 минут, теперь она совсем рядом. Горожане отмечают, остановка была необходима, ведь рядом строится несколько новых жилых домов. Очень удобно, потому что, во-первых, здесь не останавливался транспорт, открыли, ну, получается, дом издался, и сейчас вторая очередь сдается. Без нее вообще было неудобно, потому что остановка либо вверху Тухачевского, там, либо внизу на Пензенской, далеко очень идти. Также сделали пешеходный переход, тоже очень удобно. Пассажиры 13-го трамвая до недавнего времени выходили из транспорта на остановке дом печати практически на дорогу. Сейчас павильон установили в безопасном месте, недалеко от старого расположения, рядом с жилыми домами. Остановочную площадку заасфальтировали, сделали тротуар. Местные жители рады переменам. Во-первых, не выходишь на дорогу, во-первых, дорога далеко, а там выходишь сразу, машины не все останавливаются. А здесь все как раз хорошо. Эти изменения случились после того, как жители обратились к городским властям через социальные сети. Такой способ заявить о своих вопросах становится все популярнее. Подключились к общению в социальных сетях и органы исполнительной власти всех уровней, ресурсники, управляющие компании, перевозчики, подрядчики и другие службы. Не остался в стороне и городской департамент транспорта. Первое направление, что касается непосредственно обращений, когда где-то что-то просят нас подвинуть. И второе направление, это когда идет комплексный ремонт дорог. Там где-то могут делаться парковочные карманы, где-то может быть идет уширение. Ну это вот пример, допустим, Старозагора, Нововокзальная, когда делали. Там тоже чуть-чуть двигали остановку, чтобы, исходя из того, чтобы сделать перекресток более удобным и пропускал, чтобы он больше транспорта. Ну и в той же мере, чтобы не учимить и пассажиров. Все обращения жителей Самары и губернии в соцсетях аккумулирует система «Инцидент-менеджмент». Она централизованно отслеживает и реагирует на отклики по проблемным вопросам. Федеральные эксперты оценивают эту работу в регионе на высоком уровне. В день обрабатываются, рассылаются по инстанциям и находят свое решение до 200 обращений. Теперь система будет более глобальной. Она стала одним из инструментов нового центра управления регионом. Он призван помочь жителям региона, быстро исключив бюрократические проволочки, обращаться к органам власти и контролировать качество ответов. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.